Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В территории Украины находится более 149 тысяч российских военных. И по разным данным страна тратит миллиарды долларов ежедневно на вторжение в соседнюю страну. Многие военные аналитики и эксперты за время войны называли разные цифры затрат Кремля на так называемую спецоперацию. Один день войны с Украиной России обходится в 900 миллионов долларов, сообщает Ньюзвик. Другие предоставляют и вовсе заоблачные и немыслимые данные. Публикованные в марте расчет Центра for Economic Recovery, они называют на самом деле какую-то фантастическую цифру, типа около 20 миллиардов евро в день. Это завышенная цифра, скорее всего меньше, но с другой стороны очевидно, что огромные деньги. То есть, скорее всего, действительно несколько миллиардов евро в день на эту войну уходят. Проверить достоверность всех этих данных сейчас, конечно же, невозможно. Но точно понятно, что расходы эти беспрецедентные и невероятно болезненные для самого Мордора. Война ломает наши жизни, забирает наши будущие и настоящие. У людей, живущих на социальные выплаты или бюджетные зарплаты, не останется никакого выбора, кроме как бедность. По сообщению русской службы The Moscow Times, в среднем на войну из российского бюджета уходит 21 миллиард рублей в день. Или почти миллиард рублей в час. Для того, чтобы гражданам РФИ было легче осознать эту цифру, сравним ее с бюджетами небольших российских регионов. К примеру, годовой бюджет Калмыкии составляет практически столько же. 20,9 миллиарда рублей. Сколько стоит один день войны. А в еврейской автономной области и того меньше. Почти 15,5 миллиардов рублей. Еще раз, это траты на все. Вообще на все статьи расходов. Медицину, образование, ремонт дорог и благоустройство за год. А РФ только на один день войны может спускать целый бюджет Калмыкии. Казалось бы, ну и какая разница простым россиянам до всех этих гигантских сумм потерь РФ на войне? Они же живут в великой и богатой стране, должны же чувствовать себя в шоколаде. Разве нет? Мы не пропали, не пропадем. Но в том-то и дело, что Россия великая, прогрессивная и мощная исключительно в телевизоре. В реальности же жизнь обычных россиян совершенно не похожа на то, что говорят о мордоре пропагандисты. Настоящая РФ грязная, дряхлая, нищая и прогнившая. Особенно тяжело приходится регионам. Не считая разруха, вот синонимы жизни в России. Стоит только выехать за пределы крупных городов вроде Москвы, Санкт-Петербурга или Казани и будто оказываешься посреди декораций для съемок военного фильма или фильма-катастрофы. Находиться здесь не очень приятно, потому что по стенам бегают клопы и тараканы. А еще немного страшно от того, что все стены в трещинах, а пол-то вы, гляди, провалится. Ну просто вдумайтесь, в то время как люди в РФ живут вот так, в Украине ежедневно словно спички горят миллионы долларов, которые, по идее, должны были бы идти на нужды простых россиян. Для примера, один танк Т-90 стоит России около 4,5 миллионов долларов. В прошлом году в Рязани открыли самый большой детский сад в городе. Его строительство обошлось в 4,3 миллиона долларов. В других областях России строят детские сады и за полтора, и за два миллиона. То есть за цену одного только танка в РФ можно легко построить парочку детских садов, которых так не хватает в Аркастане. Идем дальше. Самый дорогой истребитель России Су-35 стоит минимум 83 миллиона долларов. Уже в мае было известно о 10 сбитых в Украине дорогущих птичках-оккупантов. Только представьте, сколько детских садов и школ можно было бы соорудить в РФ и на эти деньги. А сколько отремонтировать. Двухэтажное деревянное здание. Какие у вас догадки? Дом с привидениями, заброшенный сарай. Нет, это обычная школа в карельском поселке Деревянка. Я в этой школе выросла, можно сказать. А мне уже 55. И уже она тогда была холодная. Строительство современной школы где-нибудь в Саратове оценивается чуть более чем в 14 миллионов долларов. А так называемый Хогвартс, а точнее самая дорогая в России Газпром-школа, стоит 76 миллионов. То есть даже самая дорогая школа в РФ стоит и то меньше, чем один только Су-35. Если вы думаете, что эта школа исключение из правил, то вы глубоко заблуждаетесь. В России таких сотни, если не больше. И так можно продолжать долго. ВСУ уже уничтожили несколько десятков российских вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Стоимость одного такого составляет 16 миллионов долларов. Теперь вы понимаете, сколько социально важных инфраструктурных объектов можно было бы либо построить, либо отремонтировать за эту сумму. В Украине почились миром уже несколько ракетных комплексов «Искандер-М» стоимостью 100 миллионов долларов за единицу. Для понимания, например, в Челябинской области недавно построили инфекционную больницу за 46 миллионов долларов. А значит, один уничтоженный «Искандер-М» — это как минимум две современные больницы. Уже молчим о том, сколько можно было отремонтировать и модернизировать уже существующих медучреждений за эти деньги. В этих условиях давление сразу спадает. А теперь просто представьте, сколько всего полезного можно было бы сделать в РФ за 750 миллионов долларов. Именно столько стоила так называемая гордость Черноморского флота, которая благополучно отправилась на дно того самого Черного моря, чем невероятно вывела из себя кремлевских лизоблюдов. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри датла? И, наконец, еще одно убийственное и очень дорогостоящее удовольствие больного Аркастана — ракеты. Согласно подсчетам «Форбс» по Украине, на конец апреля уже было выпущено свыше 1300 ракет. Общей стоимостью, внимание, 7,5 миллиардов долларов. Еще раз, 7,5 миллиардов. И это данные на апрель. Что такое 7,5 миллиардов долларов? Это больше годового бюджета любого региона России, за исключением Москвы, Петербурга и Подмосковья. По разным оценкам, на тот же конец апреля Россия уже потеряла военные техники и ресурсов в Украине на сумму более 32 миллиардов долларов. Нищие зарплаты, нищие пенсии, плохая инфраструктура, плохие больницы. И вот мы тратим такие огромные деньги, триллионы рублей тратим вот на это. На убийство мирных украинцев, на разрушение целой соседней страны. И если сумма военных потерь РФ в апреле составляла 32 миллиарда долларов, представьте, какой может быть эта цифра на сегодняшний день. Ведь танки орков продолжают ежедневно гореть на нашей земле. А дорогущие ракеты лететь в Украину, разрушая гражданскую инфраструктуру и человеческие жизни. Упоротое большинство россиян, конечно же, скажет, что деньги на войну их правительство тратит абсолютно справедливо. Первостепенные это операции на Украине все-таки. А деньги потратить это можно их потом нажить. Я доверяю нашему президенту, если он считает, что это нужно сделать, значит так надо. На спецоперацию надо. Это дело России. Это святое дело, понимаете? А вам не кажется странным, что здесь не проходит спецоперация, а поселок выглядит так, как будто проходит? Те же, кто более-менее дружат с адекватностью, с удовольствием поделятся своими мыслями по поводу того, куда в их стране лучше вложить деньги, которые улетают на так называемую спецоперацию. Эти деньги можно было потратить бы на пенсионеров. Добавить пенсию нашим бабушкам и дедушкам. Школы строят, детские сады, больницы. Учителя зарплаты получают маленькие, в это вложиться. На развитие инфраструктуры России, на улучшение жизни в России, потому что это важнее, чем какие-то соседние государства. На переработку мусора, развитие альтернативной энергетики. Но на это у властей Мордора денег почему-то нет. Если бы эти силы, которые сейчас брошены на военные действия, были брошены на заботу о своих городах, то мы бы стали жить счастливее. И нам не нужны новые территории. Нам нужно заботиться о том, что у нас есть сейчас. И все идет к тому, что скоро денег для людей будет еще меньше. Во-первых, все потери на войне Кремлю необходимо как-то восполнять. За чей счет будет банкет, догадаться несложно. Как можно восполнить потери? Только путем уменьшения затрат на остальные сферы. Таким образом, экономическая подушка безопасности в России станет еще меньше. Пострадает пенсионная, медицинская, транспортная система. В общем, все, что конкретно касается граждан России. Во-вторых, денег с каждым днем становится меньше и у самих россиян. Мировая изоляция и санкции уже работают на полную мощность. Экономика РФ рушится, и все это, естественно, сказывается на уровне жизни простых граждан. Мы становимся изгоями на мировом рынке. Ну то есть России становится гораздо сложнее зарабатывать. Денег в распоряжении правительства становится меньше, а тратить с учетом войны приходится все больше. В результате войны Россия неизбежно станет беднее. И вот российское правительство решило еще сильнее вытереть ноги о своих людей. Мордор начал активно объявлять о помощи разбомбленным расистами городам Украины. Своих не бросаем, поможем, чем можем. Регионы России оказывают помощь жителям Донбасса. Кто-то отправляет одежду и продукты, кто-то помогает строительными материалами для ремонта поврежденных школ и больниц. В мае стало известно о том, что российские города даже якобы собираются взять шефство над временно оккупированными районами Донбасса. К примеру, Москва возьмется за восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска. А Питер будет заниматься Мариуполем. Да, в культурной же столице России настолько все хорошо и совершенно нет своих проблем, что можно смело тратить деньги на чужие. Транспортная реформа в Петербурге провалилась. А места для парковок где? А восстановление старого фонда где? В Петербурге половина зданий стоят разрушенные. В Мариуполе не надо было бомбить, тогда его восстанавливать не надо было. Так это у Питера еще не самый маленький бюджет по сравнению с остальными городами Мордора. О готовности отстраивать квази-ЛДНР заявило на секундочку около 20 отнюдь не самых богатых регионов великодуховной страны. Дальний Восток, Башкирия, Чувашия, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Пензенская, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Да этим регионам самим нужно активное восстановление. Им бы самим в пору поискать, кто бы над ними шефство взял. Например, в Курской области каждое пятое школьное здание работает без отопления. А в Магаданске и Хабаровске больше 70% региональных дорог не отвечают нормам и выглядят как после затяжной бомбежки. Чтоб вы понимали, это не два метра. Это просто идет дорога вот в Хабаровске. Тише, тише, тише. Ну то есть еще раз, просто вдумайтесь. Они действительно сначала уничтожили города в другом государстве, а потом на полном морозе, да еще и с гордостью заявили о том, что будут их отстраивать за счет своего народа. Из и без того нищих регионов РФ. Когда нам рассказывают про то, что будут восстанавливать Мариуполь, значит, тратят деньги еще куда-то, еще куда-то, хочется сказать, а вы, ну, как-то смотрели на российские города, ну, то есть их не бомбили, но ощущение как будто да. У вас не спросят, хотите вы платить или нет. Просто Путин так решил. Поэтому мы все должны будем заплатить. Ну и давайте откровенно. Никто же ничего отстраивать не будет. Ну где они возьмут столько денег, чтобы восстановить полностью уничтоженную инфраструктуру не каких-то там маленьких сел, а достаточно больших городов? Да они даже Донбасс-арену за 8 лет не осилили. О каком Мариуполе может идти речь? Наши специалисты, инженеры, строители, логисты помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. В ближайшее время готовимся приступить к конкретным действиям. Но их циничность и наглость просто поражают. 11 автомобилей скорой помощи были переданы губернаторам. Но кроме этого поступили одновременно 7 больших грузовиков со строительными материалами, медикаментами, средствами гигиены. Как россияне вообще должны реагировать, например, на отправку скорых и пожарных машин в оккупированные города Украины, если их катастрофически не хватает во многих регионах самой РФ? Красиво в Мариуполе ездят МЧСные машины. Да, там можно наладить какую-то минимальную жизнь для людей. Может, имеет смысл наладить минимальную жизнь для людей в Российской Федерации? Ну так, ради приличия. Как должны реагировать архангельцы, живущие всю жизнь в гнилых бараках на то, что силами РФ в Украине будут отстраивать жилые дома? Много живет людей в Архангельске, которые живут вообще в ужасных условиях. Сколько денег тратится на военную операцию, можно было бы, наверное, не один Архангельск переселить в новые дома. На дворе все-таки 21 век, а люди живут еще без канализации, без воды. Так и есть. Ведь денег, потраченных всего лишь на пару дней войны в Украине, с лихвой хватило бы на обеспечение архангельцам нормальных условий жизни на десятилетия вперед. В 2020 году я подсчитал, что стоимость переселения одного жителя ветхого барака в Архангельске составляла на тот момент около 1 миллиона рублей. Этих денег не было у государства. Вместо закупки и потери одного танка Т-90 Россия могла бы расселить как минимум 165 обитателей покосившихся и гнилых сараев, которые уже десятки лет непригодны для жизни. Треть богатой страны не газифицирована. Почти 23% населения, а это на секундочку более 30 миллионов человек, живет без центральной канализации. Это памятник героическим воинам 6-й комсомольской батареи. А это улица 6-й комсомольской батареи. Колонка с водой на улице. Туалет на улице. На экскурсию зайти. Ёлки-палки. 21 век. Думаете, почему орки были так удивлены тем, как живут украинцы? Да они же в прямом смысле слова из болота вылезли и впервые современную цивилизацию увидели. И россиянам самое время бы спросить у своей власти, почему так происходит? Почему за их счет должны отстраивать разбомбленные расистами же украинские города? Почему на кого-то другого или на войну деньги есть всегда, а для своего народа есть пожизненный дефицит средств в бюджете? Как это нет денег? То есть в тот момент, когда нужно было начать войну с Украины, сразу гигантские деньги нашлись. Смогли мобилизовать все пропагандистские силы и даже убедить людей в необходимости этой войны. Но большинство граждан РФ не хочет замечать правду. Не хочет докапываться до истины. Они привыкли жить в болоте и не знают, что может быть как-то по-другому. Они привыкли воевать со всем миром, сидя у себя на диване перед телевизором и радоваться выдуманным пропагандистским победам. Ну вот Россия, она же изолируется от всего мира? Да нет. Думаете, нет? Она в лидеры идет. А все потому, что их мозг и сознание уже давно съел кровожадный зомбоящик. Поэтому им кажется, что миллиарды, которые Россия тратит на войну, совершенно никак их не касаются. Люди могли бы жить давным-давно в нормальных человеческих условиях и почувствовали, что на дворе 21 век. А все люди ходят и говорят, да ладно, поживем. И этим там сверху пользуются. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok